Всем привет! Мы в Пекине, и сегодня будет самый необычный выпуск Дудя в истории. В нем, как и всегда, будут задавать вопросы, но посвящены они будут одному, единственному человеку. Этого человека зовут Сергей Бодров. В современной России очень сложный, очень противоречивый и очень агрессивный. Невозможно представить себе супергероя, которого любили бы абсолютно все. А нам захотелось напомнить, что такое возможно, потому что Сергей Бодров именно таким супергероем и был. Про Сергея снято много фильмов, но свой мы постарались сделать немного другим. В нем не будет стишка про и травинку, или сок, песни «Вечно молодой, вечно пьяный» и вообще про «Брат» и «Брат 2» будет совсем немного. У Сергея и актера, и режиссера есть другие фильмы, которые очень круты, но про которые говорят гораздо меньше. Мы поговорим. Несколько людей, которые отлично знали Сергея, нам в этом помогут. В первую очередь, отец Сергея Бодров-старший. Он уже много лет не живет в России, поэтому встретились с ним на нейтральной территории, в Китае. В общем, погнали. Слышь, малая, никакая тварь тебя не обижает здесь. Мы находимся в Китае. Что вы здесь делаете? Ну, я прилетел сюда по работе и хочу делать продолжение «Монголы». И поэтому это единственная страна, которая может сделать это. Где сейчас находится ваш дом? Ну, сейчас дом, я думаю, это Лос-Анджелес. Он уже много лет. Я хочу поговорить с вами сначала про первый фильм Сергея «Кавказский пленник». Вы помните вечер, утро или какие-то другие обстоятельства, когда вы почесали голову или не почесали голову и решили, что все-таки роль будет играть Сергей? Я дам. Ну и что, Дина, не беру замуж? Нет. Держи. Это тебе подарок. Спасибо. У меня не было такого момента. Голову я не чесал. Я был в безвыходном положении, потому что я не мог найти действительно напарника Менщикова. Много актеров очень прошло. Через руки не мог найти. И это действительно правда, мы, пара это никому не рассказывали, долго во время, что он подошел ко мне и сказал, попробуй меня. Я удивился, потому что я как бы всегда думал, что ну как так режиссеры снимают своих детей, что неужели нету других. С другой стороны, я ему сказал, ну давай попробуем, и мы несколько там, пару дней порепетировали дома. И он пришел потом на пробы и очень хорошо попробовался. Как Сергей встретил Менщиков? Как я понимаю, главная русская кинозвезда тех лет? Я тебе забыл одну ерунду сказать. С яйцами прощайся. В каком смысле? В прямом. У них обычай такой, чуть что яйца резать. Слушай, а ты потрахаться-то успел? Конечно. Конечно. Ну хорошо, что-то там волноваться-то. Ну, Менщиков его встретил как папа роста младшего. Ему не надо было там ничего, ни с кем соревноваться, не все. Он был звезда. А это пришел к какой-то, значит, славный, симпатичный, интеллигентный парень. И они как бы очень быстро подружились, потому что интеллигентных людей в группе обычно немного. Так что они очень быстро-быстро подружились. Как я понимаю, время они коротались за тем, что вы играли в «Косте», если я ничего не понял. В «Косте», да-да-да. В «Косте», что мне как бы не нравилось, потому что Менщиков, так как он профессионал, он в «Косте» сыграл, ему нужно идти в кадр, он вошел, и он уже в форме. Серега, когда входил после «Косте», он еще думал про «Косте». И поэтому я, естественно, ему делал там какие-то замечания. Но потом, мне кажется, у нас, на мой взгляд, но это я могу быть субъективен, у нас сложилась потом работа, сложилась она. Помните тот момент, когда вы увидели Сергея впервые? Очень хорошо помню. Не знаю почему, но вот я действительно очень хорошо помню, потому что долго шла история, кто будет играть этого парня. Я уже забыл, честно говоря, фамилии всех этих героев. Иван Жилин. Во. Слышно, что вы в фильме так же переспрашиваете постоянно. И Сережа как-то виноватый мне сказал, давай попробуем моего сына. Поскольку я его понять не знал, кто я такой, не видел никогда. Я говорю, давай попробуем, какая разница, с кем пробоваться. Я пришел. Вот почему-то этот кадр запомнил. Он сидел в какой-то комнате, это было на Мосфильме, напротив окна, то есть он сидел спиной к окну, след на свет шел через его голову, и я не очень хорошо разглядел его лицо. Ну понимаете, да? Потому что дневной свет, солнечный и так далее. Но меня потрясло. Во-первых, я понял, что это вообще какой-то мальчик сидит. Ну собственно, он и был мальчиком, да? Ну молодым, совсем молодым, молодым, молодым человеком. И абсолютно какой-то, он уже вообще не артист, это было как-то видно и понятно сразу. То есть я потом хотел понять, что хочет Сережа старший, что он хотел от этой роли. Ну потом много позже понял. Но первое впечатление, оно очень, как сказать, благорасполагающее. Он очень располагал себе, как собственно и всю свою жизнь потом, всех людей. Но абсолютно удивленные, такие непонимающие глаза. Почему он не понимал, что он здесь делает и что вообще вокруг происходит. Почему он сидит здесь, почему заходит мальчиком, почему он должен с ним что-то производить. Вот это вот удивление такое, настороженное, потому что папа сказал, оно присутствовало. Но и тогда же я почувствовал, как и всегда потом чувствовал, знаете, какое-то исходящее от него спокойствие. Вот оно было, вот сколько мы с ним потом не общались, мы никогда не были друзьями. Ну мы могли ходить на дни рождения друг к другу, там виделись, потом снимались в Восток-Запад вместе. Но от него всегда исходило какое-то внутреннее, такое, такой штиль. Чил. Вот такой, да, абсолютно. Причем, это же не значит, что у него не было проблем в жизни, проблемы там, ссор, расставание, предательство. Все было, наверное, как у любого нормального человека. Капитан Медведев был, конечно, мужик. Это сразу все поняли. Такого не сломаешь, не собьешь. Были бы у нас все командиры такие. В оба армия была. Мы все почувствовали его силу, уверенность, что ли. Вот он лежит, встать не может, а у тебя спокойствие внутри. Командир. Не то, что я как бы специально не допускаю людей в свою жизнь или оберегаю от того, чтобы выливать на них свои собственные проблемы. Нет, это было какое-то внутреннее. Он родился с этим состоянием спокойствия, которое безумно притягивает. Я помню, когда мы снимались в Киеве, в Восток-Запад, мы ходили по какой-то улице, где мы там снимались, мы могли в кино, что там делать, или в вагончике с вами сидеть, или когда большие перерывы. И мы ходили, могли молчать по полчаса. Вот какая-то... Это не со всеми людьми себе позволишь такую роскошь. Вот молчать, просто ходить и молчать. И вот это впечатление, это, поверьте, это я придумываю не потому, что я рассказываю о пропавшем человеке, и это нужно какие-то интересные слова подобрать. Нет, это так оно и было. Вот это мое первое впечатление. Как вы выбирали ущелье? Почему именно это? Оно идеально подходит по его сценарию. Просто описано было это место. Просто описано было. То есть не видя его, он описал вот так вот? Фактически, да. Мы же во всех ущельях были. И остановились именно на этом. Прямо идеально, прям по сценарию. И вид села на извилистую горную дорогу, мы сейчас до нее доедем. Значит, ну все необходимое для этого все было. Смотрите, а вы можете примерно показать на примере вот этих скал, сколько здесь было завалено? Ну если вот камень, видишь? Вот зеленый камень на зеленой травке, вот там березки какие-то. А чуть правее камень торчит, видишь? Да, вижу, вижу. Вот это камень, принесенный был селью. Вон тот. Так, и все это? Это все было заполнено льдом. Сверху прошла селевая масса. Это здесь были масляные пятна от автомобилей на стене. Автомобили, которые просто размазывало и било по... Ну это очень... Вот представьте себе на секундочку. Наждачку крупной фракции. Ну автомобиль это муравей, и вот просто протерло. А мы сдали... Это да, вот очень лояльное сравнение. Смотрите, вот в моем представлении «Чайника» актерская работа, она в общем слабо отличима от медицинской. В том смысле, что если ты не умеешь этого делать, то ты никак не сможешь этого делать. Ну то есть реально актерству нужно учиться, иначе это сразу становится заметно на съемочной площадке. Я с вами согласен абсолютно. Какие технические сложности у непрофессионального актера Бодрова были на площадке? Вы понимаете, дело в том, что надо отдать Сереже должное, что он как всю жизнь, как и тогда говорил, так и всю жизнь говорил, что он не артист. Он все время долбил это как дятел. Я не артист. Все настаивали на том, что он... А он... И в этом была роскошь, потому что он позволял себе то, поэтому он и состоялся, грубо говоря, по-моему, я сейчас правильно вот это поройал, он и состоялся как артист, потому что он не настаивал никогда, он прекрасно понимал, что он не артист, и у него была свобода существования в этой профессии. Потому что когда человек артист, он очень много... Но надо отдать должное, что Сергей каждый вечер приходил ко мне в номер, и мы с ним разговариваем по поводу той сцены, которая будет сниматься завтра. То есть если он куда-то погружался, он погружался в это дело с концами. То есть ему нужно было для себя или для окружающих, я не знаю, но ему нужно было делать это дело хорошо. А сказать, что он что-то играл, я не могу. Ну, правда, я, как и немногие, считаю, что он не артист, он совсем другой. Это некое явление. У меня был учитель по сцену движения, Немировский, и он сказал, что каждый человек может гениально сыграть одну роль, самого себя, что Сережа, собственно, и сделал. Но он, будучи человеком природно, очень интуитивно, сенсорно, вот одаренно, он чувствовал вот то, что происходит вокруг него, он не изменял себе в кадре. То есть любой человек перед камерой начинает что-то с собой делать. Он невольно начинает, он понимает свет, софит, звук, камеры. То есть его в неудобство это в какое-то ставят. У Сережи этого не было. У него не было проблем с... Он не осваивал актерскую технику, ему не надо было. Он сохранил себя такой вот, абсолютно такой, какой он был в жизни. Он точно такой же, вот так, бэм, из одного пространства в другое перемещали, и он там благополучно существовал. Я не знаю, как ему это удавалось. В «Братьях» обоих, по-вашему, то же самое происходило? Или просто Бодров-старший говорил, что понятно, что в «Кавказском пленнике» он играл самого себя, а вот в «Брате» я его видел, и подумал, что это не мой сын. Ну, вы знаете как? Нет, ну это просто другой текст, другая история. Но мне кажется, что да. Потом он там повзрослел. Ну естественно, Сережа не мог сказать, наверняка, гнида черножопая. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Все возьми. Слушай, не убивай, брат. Вот. Не брат, гнида черножопая. Вот Сережа Бодров, которого я знал, да? Ну, а Данила Багров в фильме это говорит. Ну, это, собственно, ну это был такой у него текст. Как на Кавказе реагировали на фразу про гниду черножопую, которую Данила Багров произнес в фильме «Брата»? Ну, каждый относил на свой счет, конечно. Вы на свой счет относили? Ну, мне как бы проще этот, в смысле, нет, я на свой счет не относил, это лично на свой счет. Но я понимал, как это люди реагируют на это. Я понимал, как люди отреагируют на вот эту фразу. И так оно и было. Насколько я понимаю, вы друг друга так же называете, когда речь о негодяях идет. Не, ну, это, я же говорю, вот лично для каждого из здесь живущих, он может себе позволить сказать, что ты черномазый, вот ты вот там, вот черт, там, ну, такое что-то говорит. Может позволить, потому что это как бы внутри, это, круглое. Как вы решали этот вопрос? То есть люди же подходили, говорили, что Чун к нам приехал. Никто не говорил так. А как вы, Лисеев? Ну, у нас никто так не говорил, у нас, мы, у нас так не говорили. Ну, так просто, ну, вот, я же говорю, вот бывало, что вот я хочу, там, вот прошу об одолжении, вот мне нужна машина, скажем, твоя в кадре. Да. Я говорю, вот Бодров снимает туда-сюда, там. Он говорит, я Бодрову ничего не дам. Тебе дам, ему нет. И давал? И давал, конечно. В Абхазии Питсунда был, у нас был там дом отдыха кинематографистов. Ему было лет 6-7. Любили очень как бы в шторм, в шторм любили купаться вместе. И стоит какая-то бетонная заброшенная структура, там, ну, рядом, рядом с пляжем, и местные ребята прыгают с ней, вот. И он меня почему-то спрашивает, а ты можешь оттуда попрыгнуть? Ну, я говорю, да. И я пошел, и весь пляж на меня смотрит, я туда залез, а когда сверху смотрит, что очень высоко, и плюс там еще эти торчат балки, сваи, да, но я сверху смотрю на него, и он как бы смотрит, это вот сам, ждет, что отец должен прыгнуть. И я, это самый, может, самый смелый поступок в моей жизни, я прыгнул туда. Рыбкой или солдатиком? Нет, солдатиком. Ну, рыбка, это было бы вообще страшно, это было бы просто, я уже так, это самое, солдатиком, это ву, так, между этими вот самыми штуками. Самый неожиданный вопрос или разговор о профессии, которая была у вас с Сергеем? Неважно на каком этапе. Либо когда он был актером, либо когда он уже пошел в режиссера. У нас о профессии разговор возник, когда ему было 14 лет там, или, да, и он сказал, слушай, вот я хочу быть актером, он сказал. И я сказал ему, через мой труп ты будешь актером, потому что актер, это, ну, такая уязвимая профессия, такая, просто, чтобы быть актером, ну, надо быть гениальным актером, или, ну, очень как бы сильным актером, потому что ты не выбираешь, выбирают тебя. Это огромная, так сказать, очень уязвимая, уязвимая профессия, особенно для мужчины. Тебя выбирают. Ты не принимаешь сам решение. Где ты снимаешься, как ты снимаешься, и я ему сказал, что это через мой труп, чтобы потом я это, как бы, это я перешагнул, это. И я ему, он тогда, да, он послушал, сказал, ну, хорошо, я хочу тогда, может, я пойду на сценарный факультет. Я ему тоже сказал, я могу научить писать сценарий за день, это легко. Просто ты, ну, ты просто начни писать, когда у тебя будет какой-то большой, ну, небольшой опыт, но о чем тебе очень хочется, тебе написать. И потом мы как-то все решили, что он пойдет учиться в университете. Мы искали тогда сюжет, так сказать, напоминавший то, что происходило в Чечне, то есть кражи людей, где там воровали и военнослужащих, и мирных жителей, и журналистов. И в этот момент мы узнаем, что в Дагестане идут съемки фильма, где съемочную группу взяли заложники. Потому что, типа, она не расплачивается за услуги. И директор, собственно, как мы узнаем, что директор приехал в Москву обналичивать деньги, чтобы с чемоданом поехать туда. Потому что даже, я не знаю, мне, конечно, сейчас в Дагестан тоже проще с наличными, но тогда тем более. Да. Если вы помните, во Внуково как-то задержали предпринимателей из Дагестана с чемоданом, обворовали прямо на взлетной полосе чемодан с миллионами евро украли. Ну, вот приблизительно в такой же ситуации, наверное, с меньшими суммами находился директор киноконцерна Мосфильм. с миссией, что они там сидят как бы заложники, ну, как бы, потому что, понятно, что они не сидели в Зиндане, никто их не... Ну, типа, съемки приостановлены, они сидят на горе дагестанской и, типа, вот, пока денег не будет, ничего не происходит. Им там старичным сказали не снимать, пока нет денег. Ну, и она такая ситуация была, что называется, трюки, да, и мы вот вокруг этого решили построить историю. Тем более, что сюжет картины, назывался она «Кавказский пленник», она еще тогда не вышла, что два офицера в плену находятся как раз в Чечне, ну, или не в Чечне, там, не помню уже. И, собственно говоря, это очень близко по содержанию. Ну, и была идея, конечно, пригласить кого-то из героев, там, значит, Менщиков снялся, и вот какой-то молодой актер сыграл главную роль, а он еще и сын режиссера. Ну, типа, мы его пригласили. И он пришел в студию взгляда, там, могу вам показать, это как его первое появление, первый раз его страна увидела. Добрый вечер. Знакомьтесь, Сергей Бодров, 24 года. На самом деле, аспирант, учится в МГУ, пишет кандидатскую по венецианской архитектуре. Теперь мы будем делать взгляд вместе. Ну что, я готов. Мы говорили про фильм, и как-то так, что-то вот, какая-то искра, я стал задумать. А мы все время искали нового ведущего. Искали, и вот, я говорю, слушайте, а вот парень, может, как-то вот, дайте на него посмотрим. Так началась идея, и потом она реализовалась в том, что мы вместе вели с ним взгляд многие годы. Вообще, Бодров старший, у него есть особая манера, которую вот, к сожалению, он мало снимает. Он имеет какую-то такую свою вот интонацию, и актеров сделать вот как-то другими. Там Менщиков очень хороший. И, собственно, он сцена разглядел, вот там нету такого местничества, как бывает у многих других именитых режиссеров, мне так кажется. Потому что он как-то вот в этом выпускнике МГУ по курсу, по-моему, венецианской архитектуры, я имею в виду, Бодрова, да, он вдруг увидел вот это, что потом уже точно исполнил Леша Балабанов в «Братья». То есть, когда герой, ну, Данила, да, в «Братья», когда он... Ведь почему он вот такой прям могучий символ 90-х? Потому что это очень отражает вот, как я думаю, вот это ощущение молодых людей, которые тогда входили в жизнь. Они видели это вокруг безразличие власти, насилие, и... А при этом они, ну, они романтические, они еще не разрушены душой, они еще к чему-то стремятся. И вот Балабанов гениально этого сделал тем, что тот, он слушает рок, там он встречается с Бутусовым. Слышь, а ты там Бутусову знаешь? Да? Мне музыка их очень нравится. А у них правда новый альбом вышел «Яблокитай»? Да? А у тебя есть? Да. Слушай, будь другом, дай переписать, а? Даш? При этом безжалостно убивает, это не вызывает никаких эмоций. И вот мне кажется, это прям Леша попал очень точно. У вас были какие-то сомнения, аргументы, когда вы брали его на работу? То есть... У Эрнста были. Я помню наш разговор, я Косте показал, он говорит, ну ты чего, он какой-то губошлеп какой-то, ну, какой-то он такой, ну, он же странный, да? А телевидение, ну, сегодня это вообще нужны только вот симулякры, да? Да-да, которые слышат и повторяют, да? Тогда все-таки было больше все-таки ориентирован на личность в кадре, но, конечно, он такой очень специальный, очень... Я говорю, Косте, ну я тебе это вот, что все будет отличнее, я рядом, мы как бы вдвоем, ну, не получится, поработаем какое-то время, ну, не получится. Я говорю, ну, я чувствую, ну, ладно, твоя ответственность. Вы как режиссер, какую роль Бодрова любите больше всего младшего? Ведущего программу «Взгляд». Почему? А потому что он там, вот он там, Бодров Сергей, не Багров Данила, вот он выбирал какие-то темы, вот одна из тем, которую он выбрал. Например, Чулпан Хаматову фактически он открыл, пригласил, и она первый раз на экране была у Бодрова. Например, вот мне очень однажды понравилась тема, а вот вы знаете, говорит, проблемы бывают разные. Вот у одной девочки такая маленькая проблема, у нее не хватает веса, чтобы лифт поехал. то есть вот он, и вот, ну, человеческая сторона, когда на огромном, как говорится, центральном телевидении вдруг направляется внимание, объективно направляется на какие-то тема не маленького, а очень маленького человека. Ну, вообще человеческие какие-то вот моменты, значит, это завораживает. Думаете, почему он такой популярный был? Поэтому. И вот это его лозунг, это же его слоган, все только начинается. То есть представьте себе, он говорит на одном языке с каждым молодым человеком России, который вот страна поломалась, советская, да, все же надеются, что будет гораздо лучше. И вот он как раз говорит, что все будет лучше, и все только начинается. И что мы фактически за ним идем, мы ему верим. Мы его даже полюбили за это, что он вот такой вот. Конечно, он отличается на самом деле от того, как я его знал. Как? Ну, экранный вот этот брат 2, брат, он сильно отличается от подрова. Подров сам очень такой скромный, стеснялся своей популярности, не пользовался ею абсолютно. А стеснялся, что значит стеснялся? Ну, очки, шапка вот эта вот, спрятался фактически за меня. Он не любил вот это все, весь вот, как вот Киркоров ходил, с перьями, и так нет. Такой скромный, очень внимательный, и кушать стеснялся все время, заботился о том, ну, чтобы ребята там сели, там, ну, такой очень внимательный. Но при этом вы понимали, когда начинали работать, что это, возможно, самый популярный мужчина в стране прямо сейчас? Ну, что я поднимал, я знал это. Ну, то есть это было как факт в тот момент? Это факт, конечно, подров, не надо никому говорить, кто такой подров, все знали, кто такой подров. Я думаю, что кавказский пленник его еще не сделал звездой, потому что, во-первых, прокат, проката в те времена было очень плохо с прокатом, и были большие споры, там было обсуждение в Думе, там кричали с криками, правда, неправда, там, все. Ее приехала охрана президента Ельцина и попросила картину показать ему, потому что он услышал, что там. Уже после выхода? Ну, да, 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 она, она вот, вот она вышла. Но ее увидели профессионалы, ее увидели ребята с телевидения, и он попал во взгляд, и вот я думаю, что телевидение, конечно, тогда делает человека известным на всю страну. А в чем были споры политические? Политические споры были нет, это неправда, это так не было, мы там, наши солдаты, никого там, ну, то есть, мы были как бы. То есть, их претензия в чем? Неправда в том, что, во-первых, может быть такой командир, не помню чего, дивизии или чего-то еще? Ой, хорошая игра. Робаки, да и не слит. А, и второе, это, видимо, финальная сцена, когда вертолеты разносят весь аул. Да, 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 да. Да, вы! Стойте! Стой! Канада! В итоге, Ельцин показывали фильм без вас, или вы присутствовали? Нет, 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 ну, просто взяли, там, это самое, взяли картину ему. И его рецензию вы не знаете? Безли? Ну, я даже не знаю. Но нам дали за картину государственную премию. Видимо, и он нам вручал. Как Сергей относился к власти? К власти? Власть тогда, конечно, была такая странная власть. Он, надо сказать, что он был патриот. Он больше патриот, чем я, на пример. И с властью были отношения разные. У него, с ним как-то все хотели дружить, но он избегал там часто в соприкасании с властью. Его там искали олигархи, а так далее, и так далее. То есть, он не старался. О, да. Его пригласил один раз в партию. Березовский. Он создал новую там партию. И он, как бы, Серега, не знаю, там, вечером согласился, но утром позвонил и сказал, что нет, он в партию никакой не будет вступать. По-моему, Менщиков, Березовский, мог уговорить кого угодно. Это был-то такой персонаж, такой, как бы он. супергерой переговоров. Да-да-да-да-да-да-да-да. Никогда, даже если они неправы, даже если твоя сторона неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это такой принцип. Он очень старый, он очень примитивный, но это так. Как вы к этому относитесь? Это спорное заявление. Это спорное заявление. Оно, может быть, и было сказано так, спорно. Специально это у американцев есть точно такое же, как бы давнишнее извечение. Права или не права моя страна, это моя страна. То есть, это то же самое. Это не то, что он, как бы, придумал на ходу. Это есть такая позиция. Я считаю, что, когда моя страна не права, она не права. но он был действительно не псевдо-патриот, он был патриот как бы настоящий, он любил, любил эту страну и так далее. Во-первых, он бы никогда бы не уехал из этой страны. от Араны. То есть, он не сделал бы так, как сделали бы? Да. Без слова. Как вы считаете, как Сергей бы реагировал сейчас на то, что происходит в стране? Ну, я думаю, что он бы очень задумался бы об этом. То, что сейчас происходит в Аране, я думаю, его бы не все ему бы нравилось, что происходит в стране. Я так думаю. Как вы думаете, чем бы он занимался сейчас? Ну, у него, несомненно, рост, он, конечно, был бы медиа, какой-нибудь медиа, такой известной личностью, наверняка. В политике был бы он? Я думаю, что он бы шагнул бы туда. У него гражданская позиция сильнее была, чем творческое начало. А гражданская позиция, как бы вы ее описали? Что вы имеете в виду? Ну, вот, очень открыто, душой видел, как будто в душе глаза, вот такое ощущение. Душой видел. Вот, такие вещи подчеркывал, которые, я же говорю, людей, как сказать, вот я живу и не верю во что-то, допустим, в свой завтрашний день, да, потому что Советский Союз поломался даже. А я вот хотел при Советском Союзе там, ледоколом стать, к примеру. А тут все рухнуло. А он мне говорит, да не печалься ты, все нормально, все только начинается, вот они наши дни-то, вот они молодой, сильный, завтра все, мы, 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 мы сделаем, мы. У меня были случаи, когда я сюда познакомился с Бодровым в очень высоких кабинетах. Я говорю, я не знаю, если он захочет, я же не рыбовладелец, но я ему передавал, я не знаю, встречался он или нет. А были ли попытки его втянуть в политическую деятельность? Были. Какие? Расскажите. Ну, значит, теневая часть моего бизнеса это организация избирательных компаний. Я учился по этому профилю и когда вот там были разные выборы, мы этим занимались. Я этим занимался. Сейчас, в 99-м году я был заморуководителем штаба движения «Единство», которое сейчас называется «Единая Россия». Потом там размены были разные. Короче, мне сказали, что я должен войти в политический совет «Единой России», когда они объединились там, значит, Лужков, вот это все, Шаймиев. Ну, я просто, говорю, слушайте, пацаны, ну никак, ну я не могу, так сказать, это какой-то Джурасик парк, я не попадаю туда, ну правда, ну что-нибудь там придумай. Я думаю, как же мне так, чтобы от меня отцепились? Я говорю, Бодров, прекрасная идея. Так. Ну я был уверен, что он откажется. Я даже ему не сказал, что это я его предложил. Ага. Ну, конечно, он отказался. Они пошли к нему? Он отказался, естественно. Почему естественно? Ну, мне кажется, это постыдно. Вот я смотрю, там фамилии, ну в принципе, можно их и называть, если хотите, что у нас все изъявители культуры, я не знаю, там Бондарчук, Миронов, кто там, они все стоят в этой партии, причем сидят где-то там, когда Путин выступает с умными лицами. То есть я понимаю, что это дает что-то для их бизнеса, может быть, не деньги напрямую, но какую-то поддержку. Но это все какой-то Советский Союз. Вот так было. Мои родители мне говорили, что мы вступили в Коммунистическую партию, потому что будучи в партии, ты можешь больше добиться справедливости для людей. Но сейчас-то другие времена. Зачем же, зачем вестись на всю эту хрень феодальную времен Совка, когда мы живем в другой стране? Потому что если мы ведемся, то тогда и страна не будет другой. Вот только в этом проблема. Я не против, но сама менталитет... И Бодров тоже считал это постыдно. Ну не постыдно, просто как-то странно. Ну либо ты работаешь, если ты идешь в политику, работаешь, занимаешься политикой. Правильно? Ну правильно же. Конечно. А если ты что-то там сидишь... Что они там сидят? Для чего они сидят там? Что это вообще дает? Кроме какой-то иллюзии, что когда придут как к Серебренникову, что типа позвонит Владимир Владимирович, и они уйдут. Наверное, да. В нашем феодальном государстве когда он там сидит следователь, он начинает взвешивать на условных своих весах со слепой этой Фемидой. Так, здесь меня могут отжать вот с этим, а с Серебренникова, например, не могут. Вот про это что ли мы говорим? В чем фишка? Вам помогали власти каким-то образом? О, бывало, знаешь как, плохо помогали. Плохо? Ну смотрите, счет был. Был счет, например, на пожертвовании. Вот сколько ты с этих денег видел, значит, столько же и мы. То есть я не видел? И я не видел. Ну как-то. Нельзя же обманывать на таких вещах. Ну, все там ответят. Кто обманывал, все будут там отвечать. То есть смотрите, был счет для пожертвований. Перечисляли, в том числе, и со всех частей России. И вы хотите сказать, что там из Москвы, из Петербурга. В письмах то, что присылали, до нас доходило. Конверт, купюр. Несколько чиновников сами лично передали. Я знаю, просили не говорить их фамилии, но сами передавали. Ну, небольшие, но деньги были. Такие тоже были. Никаких перечислений, никаких денег. Здесь ничего не было такого. Это вот, значит, какие деньги приходили, в конверт ездили громко, вечером, при всех. Я говорил, вот конверт, прислал тот-то, привез его вот тот-то. Значит, вот здесь там 200 тысяч рублей. Я не хотел брать вообще никогда никакие деньги. Но люди говорили так, это же как бы нам в помощь, человек хочет помочь. Это единственное, что он может. Ну, ему так, лопату он не может, да, держать. Но у него есть деньги. Ну, вот, и вот деньги он прислал. Я читал то, что вы потратили все деньги на поиски, собственно. А сколько это правда? Давай не будем считать. Мы точно знаем, что сейчас с этим уже... Надо просто выбросить из головы все. Ну, то есть это правда? Ну, да. А какого порядка это были деньги? Это были... Хорошие деньги. Одна из главных фишек Сергея его бесподобная улыбка. Несколько лет назад в Париже показывали картину, меня пригласили, какой-то был, ну, кинематографический, что-то, показывали, значит, картину, кавказский пленник. Замечательная копия, огромный экран. И вот, когда ты смотришь, и это тяжело, конечно, на живого сына. Это вот последняя вот его улыбка. это, так сказать... Ну, она действовала, конечно, она очень действовала на всех. И в программе «Взгляд», и других его, и в «Последнем герой», и в картинах «Брат» и «Брат-2». Это... И действительно, по-моему, по этому поводу, Гау, говорили, что страна доверяла им. Это вот очень редкое такое качество. Он, собака, конечно, был везучий безумно. Он... Бодров. Я везучий сам по себе. Вот это знают мои люди, которые окружают меня, мои близкие, друзья. Они знают, что я очень везучий человек. Но это было невозможно. Потому что... Но... Везучий и плюс азартный. И мы с ним каждый вечер, после, значит, разбора эпизода следующего дня, мы с ним играли в кости. И играли мы серьезно. Играли мы на деньги. Ну, не на бог весть, какие деньги. Но, знаете, не на бог весть, не на бог весть, а в результате они у меня кончились. Но там особо они не нужны были в Дагестане. Что там, что, ну, кормили нас, и так кормили. Они не нужны были деньги. Я их все успешно проиграл ему. И в конце, ну, это те, кто, значит, вспомнит все эти наши взаимоотношения с Сережей, я ему проиграл пиджак. И причем на полном серьезе он у меня выиграл. И он не хотел брать, причем серьезно отказывался. Я говорю, Сережа, мы играем. Я проиграл тебе пиджак. То есть я как себя должен взять? Короче, он взял этот пиджак и очень долго его время носил. И ему... Это везение было какой-то за гранью. Вот просто за гранью. Я ничего не мог понять, когда человек... ему нужно выбросить две шестерки, он выбрасывал две шестерки. Это... Ну, это просто... Вот я проигрывал вчистую ему. Это не борьба была. Это было унижение какое-то, постоянное. Каждый вечер. Вы сказали, что ездили на съемки брата. Это первое. Первое, да. Вы понимали, что, в общем-то, снимается культовое кино? Что вы находитесь внутри создания чего-то... Никогда не знаешь. Никогда этого не знаешь. Нет, конечно. Нам было очень интересно, но... Балабанов не такой человек, там, с ним приятно, в общем, выпивать и вообще общаться. Он такой крепкий, уральский мужик. Я помню, как-то мы у него аж заночевали, у него прямо там дома. И с утра... Ну, просто... Ну, сушняк такой, потому что, честно говоря, так приняли изрядно эти душевные разговоры о России, довели нас до состояния тяжелого алкогольного опьянения. И с утра, у меня первые мы... Ну, сейчас пойдем куда-нибудь там в баню или хотя бы супчик. Знаете, куда меня повел Балабанов? Натощак. В концкамеру. Показывать вот этих жутких младенцев в банках. А зачем? Так он устроен был. И я потом эту штуку... Вот я вам сейчас первый раз ее рассказываю. Я вдруг стал через нее смотреть... Ну, через призм вот своего личного опыта смотреть на его фильмы. Вот его парадоксальность. Ну, естественно, он не хотел, чтобы меня стошнило в этом прекрасном учреждении. А вас стошнило? Нет, ну почти. Но это вот его был... Его формула выхода из тяжелого... Значит... Представляете? Супер, да. То есть он такой вот... Прямо такой человек. Я вот под этим углом потом смотрел «Груз-200» и там другие его фильмы, что там есть вот эта какая-то штука, был прям такой огонь, который вот прям... Есть ли самое сумасшедшее проявление Славы Бодрова, Славы Бодрова, которое на ваши глаза попадалось? Например, например, когда он снимался на Кавказе, целые батальоны людей приезжали туда. Ну, просто вот целый батальон приезжал сфотографироваться с Бодровым. Они прерывали там учения или просто на выходной выезжали из части и приезжали. Что-то, что вы видели в своем базаре? Ну, жуткая была история, конечно, это Олимпийский, первый и последний герой, его же вел Сережа. Мы... был такой у нас еще... Когда закончилась последняя серия последнего героя, в этот же вечер жили, был Олимпийский, где там Би-2, ну, все вот эти группы, значит, Бодров на сцене, какие-то там тигры на сцене еще. В общем, как всегда, это огромное шоу. И когда все закончилось, вот эта толпа людей, которые просто пришли, и он... Ну, это ходынка просто. Как он там вообще... Как мы все спаслись там? А они хлынули к нему? Да, чтобы с ним сфотографироваться. А, он просто вышел со сцены куда-то вообще доступное место? мы выходили еще в служебный вход Олимпийского, уже все так... Там огромная толпа, причем, так вроде там такие пандусы ты не видишь. Ну, человек 100-200 стоит. А потом, я прям вижу, что на них наваливается толпа. Как только первые вспышки стали работать на автоаппаратах, остальные люди темно же, там поняли, что он здесь, и прямо они хлынули. Это жуть, конечно. Я понимаю, что это довольно жестокий вопрос, но все равно. Вот смотрите, вверх, видимо, до камня там 100 метров или... Больше? Больше, ну, больше. Может быть, несколько сот метров. Мы видим этого Луны, который весит несколько тонн. Ну, ведь у вас же не было никаких сомнений, что никто живым остаться... Смысл ты хочешь понять? Я понимаю, почему, да? А вот, ну, на тот момент я финансово как бы мог, да? Деньги были, и ко мне подходят женщины и говорят, нас хотят выгнать отсюда. Я говорю, никто нас... Женщины, которые искали? Ну, матеря, да, две женщины. Это Роза и Таира. Роза – это мать главного героя. Главного героя, да. А Таира – мать девочки пятилетней. Она подошла ко мне с фотографией и говорит, вот моя дочка вот. А девочка тоже играла? Она не играла, она ехала в село, они там живут в Даргавсе. Она, я хочу, мы можем туннель найти. Но она тоже не... Вот в каком состоянии, да? Я им говорю, нас никто не выгонит, что вы переживаете? Мы найдем туннель, посмотрим, что там в туннеле. Я не могу пообещать, что кого-то найдем, потому что я там не видел. Но я вам обещаю, что мы в него зайдем. Если бы на полчаса раньше или на полчаса позже... На пять минут достаточно. То их бы не смыло. Да. К вопросу, почему я задержался, например, тоже, да? Значит, я Сереже говорил, Сереже, здесь святые, ну, много таких энергетических мест, нам надо, как говорится, в традициях наших, помолиться, чтобы все было хорошо, все. И он мне сказал, Суслан, только не сегодня. Вот он еще так, почему только не сегодня? Я говорю, да уже все готово. Он говорит, только не сегодня, давай завтра. А вы перед предлагали помолиться? Перед, естественно. Вот. И когда закончили съемки, я такой скорости никогда не видел, с какой скоростью группа собралась. как быстро, вот как по тревоге. И все спустились вниз, а мы и еще один администратор, значит, два администратора, остались наверху, чтобы устроить там, технику оставили с ОМОНовцами, лошади там, и так далее, и так далее. И вот, когда мы уже спускались вниз, то есть, по горе такая дорога, она идет вот так, по горе змейкой, когда мы уже сворачивались с этого места, где съемка, вдруг бежит женщина, которой я заказал пироги, вот, ассетинские, чтобы мы там... И я хотел, думаю, уже ладно, проеду уже, потом, как бы, все равно не садимся, ничего, думаю, пироги это... Значит, и она грузная, из-за того, что она грузная, я испугался, вдруг она упадет, и я тогда, ладно, остановился, и она мне говорит, а пирогами, что мне делать, тогда, раз вы уезжаете? Ну, я говорю, ну ладно, я говорит, уже все сделано. Ну, я взял и пошел, и обратно мы пошли, поехали, там вот сели, покушали эти... Пошли к тем, кто остался на веру. Да, и там сели, вместе поели, и вот, когда мы уже ехали, непосредственно, вот тогда она прям сошла от нас в 20 метрах. Сель? Ну, не сель, вот это масса, ледник. То есть, по сути, пироги спасли вам жизнь? Ну, если вот предельно, прямо... если предельно, прямо, тут дурацкая история, которую рассказывал Дмитрий Шибдев. И вот так, я говорю, да ладно, я поехал, он говорил, стой, стой, я расскажу, и вот охватал за руку. Кто такой Дмитрий Шибдев? Администратор, административная группа. То есть, те люди, которые оставались наверху в любом случае, каждый день, старожить технику? он работал, и товарищ мой, хороший парень. Что за история? Диме привет. Ну, дурацкая история, веселая. Расскажите. С эротическими вкраплениями. Как часто Сергей пересекался с криминалом? Довольно часто. И он мне про это рассказывал, очень интересная история. И у него, поэтому у него родился этот, на мой взгляд, потрясающий сценарий, связной. Он, его находили, к нему шли, хотели разговаривать, он снимался в этой французской картине, в Болгарии. И там он нашел, то есть не он нашел, его нашли два брата. Я сейчас, то ли осетины, то ли чеченцы. Ну, они как бы скрывались. И он долго с ними провел много времени, просто как бы рассказы жизни, что это такое, и так далее. Это он, ему это помогло потом. А это было в интересах ремесла, или ему это нравилось? ему с человеческой точки зрения, ну, люди, люди, судьбы, люди, это очень интересовало ему. Людские судьбы, повороты, что с людьми может случиться, как это все случается. Вы как-то сказали, что 200 тонн льда разгребли за все это время. Да нет, ну, я таких слов не говорю. 200 тонн, я не могу даже, 200 тонн, это вообще, вот, ну, что это? Это вообще ничто. Ничто? Это ничто. Мы только в одном месте, это вот, где мы стояли, вот, откуда вода идет, нижняя часть, мы только там, над нами метров где-то сто с чем-то, лед был, да? Мы только там 135 тонн взорвали взрывчатки. Хоть кого-то нашли за эти 15 лет? Да нет, ну, кого как найдешь? Я же тебе сказал, вот, вот я не знаю, с чем это сравнивать. Это, это вот как наждачка, а КамАЗ, это муравей. Вот ты провел наждачкой, что ты там найдешь? Это невозможно, это перемололо вот просто все, что надежду не смололо, человека так не сломать, да, там, с природой тяжело бороться. Ну, задача была не в том, что ходить, искать какой-то вот кусочек там, а задача была зайти в туннель, убедиться, что там происходит на сегодняшний день, и выйти и сказать, это материал. Правду она хочет услышать правду, ей нужна правда, она не может жить без нее. Помните ее расставание с семьей Бодрова, с мамой Бодрова, в частности, в вашей последней встрече, что она вам сказала? Да дело не в этом, мы вот как бы, вот год проходит, мы обнялись, как будто вчера виделись, поэтому мы так вот, вот что, а она приезжает сюда? Конечно. Именно на годовщину? Конечно, на годовщину она может за день приехать, а чтобы она могла сюда подняться, посидеть возле памятника, погулять вот так над массой. Ну, я никогда, я вижу, что она просто хочет побыть с ним, ну, о чем-то может поболтать, вот, я никогда не лезу в это, это личное ее. Я думаю, это мать, ты знаешь как, она очень сильная, Валя, очень сильная женщина, и она, вот, она с нами наравне боролась, то есть она говорила, Костя, а может быть, вот мы можем там кому-то попросить, что может он нам поможет, и мы присмотрим, может быть, он нам вот это вот поможет, да, и я говорю, ну, вряд ли мы сможем дотянуться, куда-то, куда-то, нет, подожди, мы сейчас попробуем, вот, она начинает работать, начинает заниматься, а в этой работе, когда человек занят не только мыслями, вот, где же он, да, а занят именно поиском, именно работой для поисков, смягчается удар, он не только об этом думает, и у него уже вот, он занят, он понимает, что нужен бульдозер, и Валентина бульдозер притащила сюда, то есть там, через кого-то, что-то, как-то, но бульдозер этот, который пили, он нам помог просто, вот, это просто нереальная помощь была. И благодаря, конечно, ей, очень многие вещи у нас получались, в плане, кто бы нам дал взрывчатку, кто мы такие? 120 тонн, в то время, 127 тонн. А в пересчете на китболе по нормальной показателе, 120 тонн взрывчатки, это что можно взорвать и построить? По Москве. По Москве. Ну, что, допустим, вот взрывы делать, все там бывает, 200 грамм, килограмм. А у вас 120 тонн. А тут 127 тонн. Тротила. Ну, там не только, все было. Я правильно понимаю, то, что съемки в Крамадонском ущелье, это только начало фильма? Это совсем чуть-чуть? Именно для этого нужно было туда поехать? Поехать туда нужно было, как бы, я понял, почему он туда стремился поехать, когда я приехал туда. Ему хотелось очень, как бы, скорее начать снимать это. и он хотел снять эту, видимо, первую сцену, ну, потому что уже осень мог пойти, снег там, и так далее, и так далее. И он торопился. И я про это говорил, я его отговаривал, потому что я видел, что спешка, которая вообще, в принципе, не мешает, или она не должна быть, и так далее. У него родился сын Саши, месяц ему бы было, мальчику. Когда я туда приехал и увидел это все, я понял, почему он туда там решил снимать, потому что это было как бы совершенная декорация, правильная декорация для этой картины. То есть он повелся, как, ну, настоящий художник. Он это увидел, он там был, ему это понравилось, он понял, что надо снимать только там. и это действительно производит впечатление, это такая мощная, мощная природа, мощная этот каньон, горы. Это правильное решение для режиссера, которое его и погубило. Так что вот так это бывает. что вам родные погибших, осетинских в первую очередь, местных, говорили после того, как это случилось? Я правильно понимаю, что вам предъявляли претензии? Ну, в лицо нет. А не в лицо? А не в лицо вот моя близкая подруга, которая мы учились, она мы по всему день очень мы дружим с одного класса с детства. Она меня тогда когда мы набирали людей, ассистентов и так далее, попросила очень, чтобы я ее брата младшего и племянника, которого воспитывали у них в семье сестры, сына, погибла, к сожалению. Вот. Я взял на работу помощником художника, ассистента. И когда это все случилось, она единственная мне сказала, что я понимаю, что ты не виноват, но ощущение того, что ты взял и не отдал есть. А про других я даже не говорю. Были, ну я не хочу даже это, но были прям при матери Бодрова, маме Валентина Николаевна, при ней прям ругали всеми как раз словами Бодрова. За то, что взял? За то, что вообще он приехал, что с ним связано вот это, а им говорили, что а его же тоже нет, что вы на него это, а это уже никто не слышит, потому что у всех болит свое тело. От себя могу сказать, что Бодрова очень хороший парень, я бы хотел такого друга иметь, как Сергей. Не за популярность, а из-за отношения к тем или иным вещам. Мы какое-то время спустя разговаривали с Сережей, я был в Лондоне, я не помню сейчас где, со старшим, и очень сложно было начать тему, я собственно и не начинал, он сам начал, он сказал, вот я просто пытаюсь объяснить, что со мной тогда было, ведь не верилось до конца, а Сережа старший мне сказал, это прошло много времени, он говорит, я до сих пор не верю, то есть, он говорит, ну если не увидел, грубо говоря, мертвый, я не помню, может и сейчас не верит, и мы даже то ли с ним, то ли с кем думали о том, что хочется верить в то, что в каком-нибудь ауле где-то живет человек, который ничего не помнит с какого-то момента, он перестал все помнить, но он живет, и что, ну знаете, такая сказка киношная, понимаете, но тогда это, конечно, было полное отрицание, что в принципе это, ну случилось, но это все попромимо, и это угасало с каждым днем все яснее, 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 но это давило, тогда это давило, конечно, серьезно, очень сильно, но вы знаете, он же не по годам бы, он, он так рано говорил о том, ну как сказать, не о смерти, нет, он не говорил о смерти, но он иногда давал такие фразы бросал, что, ну типа, а ведь и до нашего рождения мир шел бы, как и шел, и после нашего ухода мира, как бы, вот он как жил, так и, это же он говорил, что эта мысль-то не очень приятная, но к ней надо привыкать. Вы помните последнюю встречу с Сергеем? Я помню наш последний разговор очень хороший, я ему звонил до, за несколько дней, буквально до того, когда я туда, до того, когда он туда поехал, я был в Аризоне, где там у меня был дом и большая земля и там высокогорная пустыня, и он там был, я его привозил куда ему, говорил, вот это все тебе потом останется. Мы говорили по телефону, я читал там есть такой американский писатель Карлос Кастанеда, он был очень известен в 70-х, это такой этнограф, и он был учеником местного шамана, и это как раз вот эта вся Аризона, это все, это вот эти индейцы, знаменитые мини-косиканские шаманы, у него там много книжек всяких, она переписана, я как раз читал одну из книг, где он пишет, какие разные бывают люди, он говорит, вот есть люди, которые вот подходят, это стена, большая, высокая стена, и есть люди, которые не знают, как ее преодолеть, но я обычно начинаю там поподкапывать какое-то, делается, а есть другие люди, которые стоят у этой стены и раз, и перепрыгивают ее, что невозможно в принципе сделать, и я его тогда спросил, там это английская книжка, я говорю, и он там пишет, эти люди называются вэрриор по-английски, и я его спрошу, слушай, а как перевести на русский вот это вот слово, и он говорит, избранный, то есть как бы очень точно, точно, и я потом, а, ну я говорю, да-да-да-да-да-да, и это был, потом мы еще поговорили, и это был наш последний разговор, как вы относитесь к тому, что вашего сына считают, относитесь к тому слову, которое вы только что произнесли? Ну, я думаю, что по тому качеству, количеству любви, которого к нему как бы пришло, он, я думаю, что он засматривает служил этого слову, потому что я, когда это все случилось, ну, я ездил по стране, там, по разным делам, и ты какой-то в тайге, в ханты-мансийске, там, тебе подходят люди, и там какой-то лесник там говорит, у меня жена там две недели рыдала, я ее спрошу, что ты, что ты, что дура, что там, кто он тебе, там, все, он говорит, ты не понимаешь, и это вот такая волна огромная человеческого сочувствия, это, в общем, много значит, и она как бы не зря, не зря она приходит, то есть, как бы, люди угадывают верно, кому они будут скучать. А у вас у самого есть объяснение, почему волна этой любви к нему пришла? Что было в Сергее, чего не было в других актерах, спортсменах, политиках, кому угодно еще из известных людей, что вы так любили, а других нет? Ну, я думаю, что настоящая вообще искренность, чего не купишь, ни за какие деньги не сыграешь, искренность, искренность, он был очень искренне, искренне, честный человек. Как вы справились? Ну, это сложная история, так сказать, справляться с этим тяжело, у него замечательные дети, жена, все, мы, это мама, это все переживается, это тяжело, единственное, как бы, у меня способ это работа, и я тогда уехал как раз вот в Китай, и начал делать монголы, очень тяжелую, а картину такую. специально огромный и большой фильм, чтобы все забыть. Сергей Ильич, спасибо вам большое, спасибо вам за то, что встретились, и я понимаю, что это самая банальная фраза, которую вы услышали тысячу раз, но позвольте мне тоже принести, спасибо вам большое за сына, и за то, что он сделал для всех нас, пока мы росли, взрослели, и из подростков превращались в мужчин. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.